Никак не могут успокоиться. Основной итог этой недели, ну, событий было колоссальное количество, включая вот такое, почти комическое, я бы сказал, обращение за военной помощью великой технологической державы мира к Ирану. Основным событием был тектонический сдвиг, я отвечаю за эти слова, в отношении Запада к этой войне, к агрессии России, к Украине, тектонический сдвиг, который нашел свое и политическое, и военное выражение в поставках. Ну, прежде всего, я бы сказал так даже, что вот на этой неделе Запад поднялся, наконец, до уровня достойного военного союзника Украины, показал готовность принимать решения, идти на риск, на опасности, разделять военное бремя. Ну, прежде всего, я имею в виду, опять же, те предупреждения по использованию ядерного оружия, которые были даны на предыдущей неделе. Но вы же обратили внимание, что о сценариях ударов НАТО и Соединенных Штатов, прежде всего, по российской военной структуре военной, подчеркиваю, говорили, как о рутинном деле такие люди, как Боррельс или Столтенберг, очень далекие от принятия решений в Пентагоне. То есть это пока, ну, Боррель объяснял тоже, о чем мы с вами говорили уже в понедельник, что, ну, в первые полчаса будет уничтожен российский флот, потом, если это покажется недостаточно, в течение двух суток будет огневой мощью НАТО испепелена вся российская группировка на территории Украины. Вот впервые за 80 лет противостояния Запада с Советским Союзом и его наследницей России, Запад информировал России, что он использует свою вооруженную мощь против нее не в качестве даже самообороны своей или своих союзников по НАТО, а в качестве союзника государства, не являющегося членом НАТО, Украины. Это принципиальные изменения военной политики Запада в отношениях между Украиной и между Россией и Соединенными Штатами. Ну и все эти вещи юридически были закреплены в важнейшем документе, который появился во вторник. Это коммунике большой восьмерки, еще раз подчеркиваю. Вот самые главные вещи я даже процитирую на английском языке, чтобы не допустить какого-то двойного втолкования. Ну, первый пункт этого коммунике – это характеристика поведения России, вот тех самых ударов, которые проходили в понедельник, вторник, в среду, а в четверг почему-то закончились, как военное преступление. И дальше вот золотая фраза – «We will hold President Putin and those responsible to account». Мы привлечем президента Путина и всех виновных к ответу. Это очень новый тип разговора с российской стороной. Ну, там есть очень много дальше интересных пунктов. Ну, в частности, еще раз, теперь уже не просто Соединенные Штаты, а вся большая восьмерка, еще раз подчеркну. Еще раз повторю, что любая попытка «any use of nuclear weapon will be met with severe consequences». Любая попытка, используя ядероножное, будет встретена с очень суровыми последствиями. Ну, и эти суровые последствия всю неделю в Москве залагали уже люди штатские, как Боррель и другие политики. То есть, это уже координированная и принятая политика Запада. Это громадное, я не случайно назвал это тектоническим изменением. Ведь Запад же все время, вы вспомните все заявления… Да, они так на задних лапах всегда. Мы же никогда… Ну, вспомните, вот весь год, каждое утро в ноябре, декабре, январе, тот же Байден утром просыпался, и после чашки кофе говорил, мы никогда не вступим, наша главная цель, да, помочь Украине, но вторая наша главная цель, ни в коем случае не допустить прямого военного столкновения России и НАТО. Мы никогда там не будем воевать, мы никогда на оффлоризон и так далее. Все это закончено. Это тоже нужно понимать. Может, мы их не сбиваем на подлете, зокрема, до столицы, на кордонах. Ну, мабуть, ви тоже бачили всі ці зауважения. Как вы людям поясняете, чому так? Ну, потому что велика кількість их летит, и они долают ДНД, так, ДНД, долают систему протиповітряної оборони. Это зрозуміло, потому что каждый раз, я уже не раз про это говорил, есть в них ответственное задание. Они проверяют, где расположены наши радиолокационные станции, где расположены зенитные и ракетные подразделения. Зрозуміло, что у нас тоже все не стоит на месте. Они обходят систему ППО, пытаются обойти его в тих районах, мают данные повітряної разведки. Вчера, до речі, збито Орлан-10, который самым этим занимался, на певдне края тоже его збито. И так же они мают данные и наземных разведок, и других, для того, чтобы володіти информацией, каким чином можно все-таки подлететь. Все дрони запущені з певдня, власне, країни, которые были так, 86% было збито, фактически, на певдне до столи. Потому что основная масса летела все-таки в напрямку Киева. И 86% – это довольно непоганий результат збитя самих шахеев. Инша речь – ракета. Ракета – это уже более сложная цель для ППС, поэтому делают военнослужбовцы наши все возможное для того, чтобы какомога больше збивать саме и этого озборожения. Давайте еще, пока у нас есть такая нагода, расскажем украинцам, что же можно, зрештою, публикувать. От, когда мы видим збитый дрон, ну, вчера в пабликах была купа фотографий с номерными знаками и так далее, и разбежность. Кто-то скажет, что можно это все друкувать, кто-то говорит, что выставлять на загал. Кто-то говорит, что не можно. Что вы скажете? Ну, есть позиция Министерства обороны, и заступник министра теж акцентировал на цьому увагу. Ну, очевидно, есть певные риски в цьому, ну, так, действительно, ворог застосовывает их. Так, каждый дрон мает свой бортовый номер. Кожному дрону прописывается маршрут польоту, про который я щойно сказал. Так, они могут не попрямить, то они могут обходить систему противополитной обороны из разных направлений, так. Ну, то есть, влево-вправо, высоту набирать, сниживать себя. Ну, и ворог, возможно, сделать висновок из этого, что, вот, власне, бортовый номер, ага, его сбили, значит, в наступный раз мы маршрут прокладем как-то по-другому. Он видит, какой сам дрон сбитый, и на каком прокладенном для него маршрутке. Ну, и почему саме, вот, власне, не, теж повертаешься к этому вопросу, что, чему саме не в самих местах, ну, дейсно, в самом месте працювати противополитная оборона не надто может, так. Не то, что может, есть певная загроза. Тому, дейсно, треба сбивать их и на подступах до населених пунктов, особенно великих и густонаселених пунктов. Это, дейсно, вдаётся не завжди, но, бачите, больше сбиваются. Но, еще раз хочу наголосить, что стрелять из всего, что есть в руках, там, терраборона и другие силовики, так, в местах не нужно. Підпишитесь на канал и не пропускайте новые видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Мы также будем благодарны за поддержку нашей работы на Patreon или других удобных платформах. Реквизиты в описании к видео. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пишите комментарии и делитесь с друзьями. Пишите комментарии и делитесь с друзьями.